Павел Хаснурин у нас в гостях. Как всегда по пятницам, доброе утро. Кандидат наук медицинских и научный популяризатор и основатель проекта Science. Очень приятно вас снова видеть здесь. Давайте переходить к повестке дня. Во-первых, о климате глобальном. Ученые ошиблись в оценках климата Земли более чем в два раза. Причем выяснилось это благодаря тому, что они сделали детальное моделирование климата и солености морской воды на древней Земле. Что им раньше мешало сделать такое моделирование? Просто не было технологической возможности. Сейчас появились, мы тут разговаривали, когда к нам приходил Игорь Черных. Он рассказывал, как используются суперкомпьютеры, в том числе для математического моделирования сложных процессов. Благодаря суперкомпьютерам удалось это выяснить. Да, благодаря мощностям современным мы можем теперь рассчитывать математические глобальные процессы. Согласно полученным результатам, колебания температуры на нашей планете были примерно вдвое меньше, чем считалось ранее. Значит ли это, что то, что мы думали о глобальном потеплении, еще вот о каких-то таких очень крупных катаклизмах, что мнение об этом тоже поменяется? На самом деле все не так страшно. Нет, по этому поводу как раз мнение вряд ли поменяется, потому что глобальное изменение климата, которое происходит сейчас, и вклад человека, человеческой деятельности в них, он в научном сообществе является уже неопровержимым. Это все понятно? Это все происходит. Да, это действительно все происходит. Давайте заглянем... Ну, у нас это так не видно. Ну почему? Весны уже нет практически. Вот я уже который год наблюдаю такое вот непонятное, что-то, что-то непонятное после зимы, и сразу лето. Ну, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Нет, ну... Что-то непонятное, и есть весна, малыш. Просто перестал ее замечать, кстати. Нет, раньше была другая весна. Надо объяснить, что вот эти как раз изменения, которые мы видим за окном, они, будем так говорить, это колебательные изменения, и зависят они в первую очередь от естественных процессов. А вот то, что влияние человека на изменение климата, мы можем видеть, допустим, в арктических регионах. И там действительно это все проявляется. И когда вечная мерзлота начинает таять, это тоже. Так вот... Ну вот в теории говорили, простите, что я перебиваю, планета должна была покрыться льдами, а средняя температура на ней упасть до минус 25, но этого не произошло. Так вот... Вот в этом и была ошибка, да? Да, ошибки заключаются... Ну, точнее, не ошибка, а по моделированию тому, которое было доступно до этого, ученые предполагали, что в жизни Земли были периоды, когда были серьезные похолодания, серьезные потепления, и климат был нестабильным, но при этом всегда возникал вопрос, каким образом уже там 3,5, даже больше 3,6 миллиарда лет уже существовала фотосинтезирующая жизнь. То есть она не могла выжить, если были бы такие значительные изменения климата в прошлом. Так вот сейчас математическое моделирование позволило выявить то, что климат в действительности так резко не изменялся. То есть температуры не колебались там на сотни градусов, а были колебания всего на 50 градусов. И это вполне объясняет то, что это совпадает с тем, что жизнь существовала изначально, ну, то есть она образовалась там в совокупности эволюционных процессов, возникла более 3,5 миллиардов лет назад, и она продолжала существовать. И самое главное, что это позволяет нам говорить о том, что такие процессы, скорее всего, идентичны с процессами на других планетах, аналогичных Земле. То есть там похожие условия? На всех планетах, похожих на Землю, будут похожие условия, они будут достаточно стабильными. Вот так. Значит ли это, что у нас такие какие-то резкие перепады в будущем тоже не ждут? Что у нас никогда не будет планеты, которая будет покрыта льдом? Это не значит, что их не будет? Нет, ну смотрите, у нас были ледниковые периоды, и они совершенно очевидно были, Ну а, мультфильм еще есть, я смотрю. И не один они были за время жизни Земли, но в этих ледниковых периодах жизнь выживала, то есть не было никогда полностью омертвевшей планеты. В будущем будет так же. Да, да. Циклические процессы, они будут в любом случае. Не настолько резкие, насколько представленные. Да, в конце концов все будет хорошо. Если не хорошо, значит это еще не конец. Позже рекламы продолжим. Павел Хаснулин у нас в студии. Как всегда по пятницам разговариваем на непонятные темы так, чтобы это стало понятным. Глобальная климатология. Мы поняли, что ученые ошибались немного в своих расчетах о том, какие были резкие перепады в климате много лет назад. И в связи с этим вопрос в Новосибирске в этом направлении. Какие ведутся работы. В Новосибирске, вот как раз в Институте вычислительной математики и прикладной... Забыл уже как он. В математической геофизике тоже ведутся такие же точно исследования по моделированию метеорологических процессов, климатических процессов. И сейчас разработана нашими учеными программа по вычислению, по мониторингу метеорологических условий по данным, которые собираются в метеостанции на локальными и также мобильными источниками. Они еще и научились загрязнения вычислять. Да, и научились, соответственно, в связи с этим вычислять, как можно прогнозировать загрязнение в текущем времени, в реальном времени. Нам поможет бороться с загрязнениями. Да, это поможет быстро выявлять источники загрязнения, прогнозировать распространение, соответственно, каких-то... Для Новосибирска это очень полезно. Ну да, это для всех, в принципе, городов, для всех урбанизированных территорий полезно. И самое главное, это может быстро сообщать службам соответствующим, чтобы они реагировали и делали исправления какие-то в деятельности предприятий или транспорта. Хорошо. Мы с вами договаривались, что введем такую подрубрику энциклопедия здравомыслия, и первая ее тема будет о соли. Ну, смотрите, идея ввести эту рубрику постоянную, потому что очень много мифов существует относительно всего, что происходит вокруг нас. Ну вот я предложил, так как все-таки по своей специальности занимаюсь профилактической медициной в основном, то в первую очередь сделать упор на разбор мифов, связанных со здоровьем. Вот очень много людей, да, говорят, что меньше соли ешь, будешь здоровее. Это профилактика разных там проблем. Ну и про сахар тоже самое говорили. Ну вот конкретно про соль я почему взял, потому что как раз появилось новое исследование. Мы его пытались понять, ничего не поняли. Пожалуйста, по русским языкам. Значит, исследование на больших категориях лиц, ну это зарубежное исследование было проведено, там несколько институтов, опять же, международная коллаборация, значит, ну в основном на американских данных, значит, выявили, что конкретные показатели состояния здоровья, сердечно-сосудистой системы связаны с количеством, с конкретным количеством употребляемой добавленной соли. Употребление... Все-таки связь есть. Связь, безусловно, есть. Но... Ее никто не отрицает. Но здесь вот это исследование говорит о том, что есть не только эффект для здоровья конкретного человека, а есть эффект еще и популяционный, который в результате влияет на экономику. И они обратили внимание именно на это. Непонятно. Как может это влиять на экономику? На экономику это влияет таким образом, что чем больше больных с сердечно-сосудистыми заваливаниями, тем, соответственно, их трудоспособность ниже. Чем трудоспособность ниже, тем меньше вклад они вносят в экономику развития мировую, ну, там, страны и мира. И, кроме этого, сокращается их продолжительность жизни, продолжительность трудоспособной, работоспособность их сокращается. Вот. И таким образом есть прямая взаимосвязь. Так вот, что касается соли. Как в это входит соль, да? Да, как в это входит соль. Значит, есть уже давно четко разработанные рекомендации по употреблению соли, добавленной соли в пищу. Норма составляет менее 2,3 грамма соли, поваренной соли в сутки. И это не ошибка, это действительно так. Это действительно так, здесь никаких ошибок нет. Значит... Если употреблять меньше... Если употреблять меньше соли, то, соответственно, риск появления сердечно-сосудистой патологии сокращается в разы. Да. Да, но это не значит, что любое употребление соли приведет неизбежно к сердечно-сосудистой патологии. Просто уменьшение потребления соли снижает. Соль — это нормально. Но важно понимать, что люди почему заблуждаются в отношении соли в основном? Потому что соль содержится во всех натуральных продуктах. Что такое натуральные продукты? Натуральные продукты — это продукты не глубоко переработанные, которые... Но выросла помидорка на грядке — натуральный продукт. Да. Животное выросло само по себе. Тоже натуральный продукт. Неважно. В общем, все продукты содержат уже достаточное количество ионов натрия и хлора. Соответственно, когда мы едим нормальную еду, к нам попадает уже достаточное количество, в принципе, минералов. Можно, то есть, вообще пищу не солить? Да, можно не солить. В чем проблема заключается? Почему люди солят? Потому что... Потому что невкусно. Да, потому что невкусно. Потому что это привычка. Это вкусовое предпочтение. Почему соль вообще вкусна? Почему у нас есть чувствительность соли? Потому что натрий является непосредственным участником нашего обмена веществ. И он нам необходим. Ну, это понятно. И у нас есть рецепторы к восприятию вкуса соли. То есть, у нас есть специально для этого вкус. Это эволюционно, нормально. Все животные, они тоже любят соль. Но животные не могут искусственно добавлять соль. Ну, за исключением того, что когда им не хватает, они там могут полизать... Лось особенно, да. Да, полизать какие-то там соленые отложения и все это и так далее. Но в норме они постоянно соль дополнительную не потребляют. А мы потребляем. И по мере потребления... Так животные живут лет по 10 всего лишь. Ну, да дело не в этом. А в том, что мы потребляем избыточное количество соли, и нам она больше нравится. И из-за этого у нас рецепция изменяется. Так устроен организм. И поэтому нам трудно потом воспринять естественный вкус продуктов. А если изначально с рождения не есть соленую еду, то... То все нормально. Человек... Да это на самом деле... Если вы не будете добавлять соль в течение пары-тройки недель, то... Отвыкнете от нее. То уже у вас... Это как чай без сахара. Быстро привыкаешь пить. Быстро нормализуется, соответственно, восприятие. И вы будете воспринимать еду, какая она и есть нормальная. Проблема заключается именно в том, что человек постоянно добавляет, добавляет, добавляет. И, соответственно, поэтому и рекомендуется следить за тем, чтобы этот порог не превышал 2 граммов соли в сутки. Но это не значит, что вы будете подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, если вы будете есть именно 2,5 грамма. Но риск, подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям и артериальной гипертензии резко повышается. Если больше 2,5 граммов. Если больше 2,3 граммов, то будет... В общем, без соли жить вы не обязаны. Можно ужить и с солью, главное смотреть, чтобы это было 2,5 граммов. Как всегда, главное... Главное умеренность. Вот в чем соль. Норма. Павел Хасновин был у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо большое.